Приветствую вас, друзья! Меня зовут Конор. Сегодня у нас на рассмотрении игрушка Metro Last Light Redux. Луч надежды. Новая версия, собственно, с улучшенной графикой. Ну всё, как и в прошлом видео Metro 2033 Redux. Ну, настройки те же самые. В принципе, сейчас я их поставлю. Так. Ставим 2 по-прежнему. Разумеетесь лицем. Так. Ну, в принципе, пусть всё так и остаётся. Окей. Ну что ж, я думаю, начнём выживание. Нормально. Так. Ну, по-прежнему, гамма посветлее, чтобы вам было всё отлично видно. Чёрные появились позже. Со стороны ботанического сада. Чёрные. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища. Рождённые, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооружённых людей. Чё за... Это неправда. Правда? Страшней. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны ещё, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал мы куда-то. А это... Что такое? Чёрт! 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 Да что же это творится?! Да! Без зарядка, без зарядка! Тихо! Бойн! Поп! Твою мать! Понятно! Это иллюзия. Но... Да... Ах... еще удивительно понятно в принципе здоров мужик я тебя знаю артём артём просыпайся артём это я хан кошмары неудивительно после всего пережитого послушай я был на пепелище улья черных и видел там одного из них я сразу отправился к тебе это шанс артём шанс понять они ведь пытались установить с тобой контакт только с тобой а ты навел на них ракеты хан ты как здесь оказался вон немедленно да да ульман сейчас артём нам просто необходимо поговорить черным я понимаю что ты теперь в ордене и подчиняешься мельнику но надо убедить его отпустить тебя я сказал на выход я доставлю вас к полковнику тут секретный объект и тебе тут быть не положено за мной собирайся артём я подожду выхода из казармы пошли сказочник знаковый курильщик последний год жизни он ел пил и дышал через дырочку в горле но ты курей курить так чёт нас свет всякие картиночки с гулыми и пачигулы девушки спарта картинки городов видим биг бен кремль эльфийская башня большинская эльфи и статуя свободы венец и нью-йорк там гитарка а вот это вот сейчас экран был белый это мы получили хорошую карму чем больше у вас такое такой кармы будет тем ближе вы хорошей концовки если у вас будет плохая карма то будет собственно плохая концовка ладно знаешь мы тут уже давно а я все привыкнуть не могу странное место это Т6 никогда бы не подумал что такие огромные бункеры вообще бывают говорят еще пристали не строить ночью строили строили пока СССР не развалился они-то знали что война будет готовились что они прячут на светлое будущее и что помогло не успели даже добежать так тридцать лет все и просто я уже видимо чего нам больше достанется этого оружия чинят чистят здорово артем писать что у вас на той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви он единственный кто живым добрался иди ты вся группа полегла там же вроде все спокойно было на болото видишь мешки и идешь по ним чтобы не по там у нас дороги конечно вот еще одна карта так привет артем ты теперь полноправный рейнджер надо будет это дело спрыснуть а пока давай давай итак приступим противогаза на поверхность 1 пыль чего стоит вонит до сих пор яйца запекай есть зараженные участки не забудь фильтры конечно противогаз смотрится и без них неплохо но пользы от его тогда ноль так аптечки что тут скажешь все что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке вот твой аванс за этот месяц не забывай зарплату мы получаем армейскими патронами конечно ими можно стрелять бьют они больно но лучше все же приберечь его потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение твои глаза понятно а теперь самое интересное выбирать какие нравятся и испытай их в тире я помню так давайте посмотрим ведь винтовка обычная калаш автомат калашникова и абзац я был дал другое название ну да ладно что дальше убойник релевар револьвер ну возьму я наверное рпк на основной что рпк мне как-то больше нравится а второе мы возьмем я думаю ведь я уж и другой возьму абзац не абзац буйник буйник наверное прицел прицел добавим такое глушитель это вообще уже издеватель а удлить у нас ствол как раз так ну и на третьем и наверное по закону жанрова и надежно прицел и точная глушитель теперь и попробуй выбранное оружие есть артем успех подай ка остальные чешки ну а вот огонь буду пока все десятки мне закрытыми глазами ставить и очнёт попробуй выстрелить линицитор груди обычного мыть стая 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 попросить улавливаешь разница так что смотри значит бронирован вот уж попал так попал чувствуешь разница ну вот и основы ты усвоил дай-ка я убойник испытаю ни хреново бьет отлично давайте пистолет испытаем какого у нас пистолет видно не очень сильный пистолет понятно так так пошли дальше пистолет так Так, ё-моё, чё жать не вижу. Здорово, мужик. Мельник запретил покидать обследованную зону. Так, Лёха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Мужики. Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чём это? У ребят из акадной лаборатории спроси. Код 44. Чёрт! Что он там уже натворил? Открываем! Так, я, наверное, пройду. Ладно, пошли. Так. Перестань нести ерунду! Хан. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружия множества, неконей гордых, и богатства несметные. Так. Похоже, ведь правда? Вот только грабители и мобиль все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Что они сильно, по-моему... Эй, что случилось? Как? А я, как на зло, без вазелина. Ха-ха-ха. Да, сейчас я хочу сказать. Мы не будем сильно... Ладно, пошли. Восковые, по-моему, светятся. Это зализовый. Да, взять-то мы Д-6 взяли. Насколько ждут выхода во входах. Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, на любой пользе можно только мечтать. Подождите. Че, не двигается совсем? А, двигается... Но очень-очень медленно. Ребята вернулись с кольца. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты во все еще... Мельник приказал от отсюда людей работать. Мужики, всех забираем сюда. А кто-нибудь знает, в чем дело-то? Слушаем, что мы сорвались. Герман, эти к Мельнику в штаб. Повызовы у меня, предчувствие. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, и здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Без вас. Без вас. Так знаешь. Артем, я чувствую, я просто уверен, что уничтожение черных худшая ошибка в истории человечества. Что, если они вовсе не хотели нам вредить? Что, если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тепла, Артем. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший милец ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали! Эй! На вас напали! На вас напали! Глупшеньками. Чё идти не поможет, да? Так. Артем! Хан! У вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Чёрный худший из всех угроз, с какими сталкивался орденом. Полковник, чёрный один. Он нам не угроза. У Артёма Дара. Я думаю, он найдёт с чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с ханом и найди чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Она! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить чёрного. Что? Да как вы... Взять его! Убийца! Вы совершаете ту же ошибку! Нет. Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину! Избавиться от кошмаров! Понял. Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперёд! Что застыл, кролик? Давай за мной! Артём, скажу прямо. Чёрный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если чёрный тебя возьмёт под контроль, у неё будет две цели. Так что, осторожней. Лисницкий оказался внедрённым агентом. Ваша задача — перехватить его прежде чем он заставит... Так... Так... ... 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 Это что-то похожее и длинная винтовка. А я... Да, кролик. Заскакивай. Кролик. Ты так зэчешиваешь. Все, кролик. Это место тебя исчерпало. Как мне нафиг, кролик. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его, завершить начатое. Окей. А пока у нас... Шапочка. Раньше все это было обычным делом. А сейчас Монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Может быть. Может быть. Прибыли. Это станция секретного ветра 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за это. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так. Готов? Вперед. Готов. 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 Открывай. Готов IBAN . так по плану впереди вход коллектор что выносит иди вперед я за тобой давай направо я помню вот тут патроны были так помню что они тут где-то были но не помню где именно там стейдж идет по патрончике найду так че не вижу ну так я не понял так пробежался сюда схватил где-то патроны убежал я даже не поставил где-то лежали а вот нашел заметишь двигаем зараза вот эта скорость хрен думаю тут ничего серьезного не будет так лестница осталось совсем чуть-чуть и посмотрим кролик ты или кто давай лезь уже поверхность надевай противогаз нет полезно хватит пялиться на мою задницу кролик не для тебя цвету кстати ошибаюсь для меня не небольшой спойлер думаю никому не помешает кто не играл кто не играл советую поиграть или посмотреть прохождение помоги-ка потому что игра действительно простой ты первая вторая часть скучно так двигаемся к главному входу там удобная позиция смогу держать большую территорию ты же вроде не уязвим для их воздействия так вроде как так теперь слушай внимательно ты идешь вперед ищешь тварь думала мы тебя так любили черный тебя почувствует старайся оставаться на виду я буду тебя прикрывать понял канал еще подходит можешь на меня рассчитывать если вдруг у тебя дрогнет рука я не подведу ладно удачи надеюсь на тебя я пошел ладно надеюсь на тебя я пошел я на месте вижу тебя так слушай и правда до тех пор что-то чудит а хорошо вы тут все отутюжили один воронки странно столько времени прошло что-то может гореть впрочем не важно двигай в том направлении я прикрываю не знаю что есть какое-то движение Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не черные. Это стражи. Успел забыть. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка. Работаем. Еще. Смотри за комызами. Где, где они? Так, стоп, стоп, стоп. Парни, парни, парни. Тихо. Понял тебя. Этот готов. Второй готов. Третий готов. Да, да, да. Эй, ты цел там? Да, цел, еб. Так, давай влево. Там есть обход. На краю воронки. Там что-то есть. Надо, наверное, стрелять за зажим. Ехали. Тебе что? Нас не поранили. Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На два часа. Вот же он. Что за говно? Мелковат. Но с виду черный. Ну что же ты? Давай! Парень. О-о-о, парень, стой, стой. Беру на мушку. Там, сесть, присесть. Пошел, 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 пошел. Постой. Он должен быть тут. Следит за тобой. Вижу. Сейчас я его гадаю. Пошел, пошел, пошел. Мы не за ним, Артем. Там я боюсь. Стой. Так, где? Где? Куда он делся? Дальше? Налево. Налево, понял. Давай, беги, беги. Все. Он прямо на тобой. Осторожней. Готов. Эй, стой, парень. Парень, не бойся. Где? Кто? Стоять. Стоп. На пэ. Пахана. Вот-то я из себя отчасти. Запускаю ракеты. О, да. Вот-то я из себя отчасти. Ох, да. Вот она из черной, там, в банке. Я не наступил. Да, вот-все-все. Успел ищем. Детский. Смотри, тепленький. Гутен Морген. И тебе привет. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный. И смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. И я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Ясно. Господин Штурбонфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец Бордина были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант, размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Ладно, потом разберусь. Что поэтому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный и вообще я гражданин Ганзы. Молчает. Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод. Это произвол. Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, триста восемнадцать миллиметров на триста два. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант? Нет, нет, пожалуйста. В мусоропроводлю. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Читаю до трех. Один. Слава красной линии. Да здравствуй, товарищ Москвин. Три. Не надо, я расскажу. Но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красный и Мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю. Бери офицера. Спокойно. Ножа ставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной Линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно. Дистанционный замок. Я одно знаю. В одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, друзья. Что будет дальше, в принципе, сможете узнать, скачав и поиграв в игру, или посмотрев прохождение. Собственно, на этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите позитивные комментарии. А меня зовут Конор. Всем удачного дня и хорошего настроения. С днем знаний вас. До скорого.